ТОП 5 ХОРРОРОВ Ужасный, пугает детей страшно. Ха-ха-ха, кто писал текст? Я спрашиваю, кто писал текст! Помимо того, что этот персонаж лысый, он ищет длиннорукий, длинноногий и совершенно безликий. Слендер Айзен один из лучших хорроров на андроид с великолепной атмосферой и графикой. Но будем честны, лысый хер так приелся корявыми самопалами, что утратил былой ужас. Здесь себе, как всегда, предстоит собирать записки и не нарваться на неприятности. На твой выбор предоставлены два режима игры. Стандартный поиск записок с возможностью выжить и бесконечный поиск записок, пока смерть не разлучит вас. В каждом из режимов тебя ждет по четыре обширные локации с четырьмя атмосферами. Так что ты сможешь побегать не только ночью, но и в условиях шторма и ночного видения. А дневной режим отлично подойдет для сыкунов. Пускай тонкий человек и утратил былой ужас, Slenderizing это качественная и атмосферная игра, способная до сих пор напугать в самый неожиданный момент. Боишься призраков? А призраков без... головы? А головы призраков? Нет? Я раньше тоже не боялся, пока не сыграл в эту игру. Ice the Horror Game это, если можно так выразиться, наследник Слендермана. Принцип игры очень схож, вместо записок ты собираешь мешочки с золотом, а вместо тонкого чувака тебя преследует женская голова с окровавленными глазами. Но в отличии от Слендермана, игра пугает динамикой. Дело в том, что поиск сокровищ желательно проводить быстро, так как голова постоянно перемещается по дому, пытаясь найти тебя. Выносливость падает, предметы перемещаются сами по комнатам. А единственным способом узнать, где находится голова, это находить окровавленные иллюстрации глаз, которые позволяют на мгновение видеть глазами призрака. Конечно же, вскоре и эта страшилка канет в лету, вместе с остальными скримерами. Но пока ты с ней не знаком, она будет пугать тебя до усрачки. Ты любишь спать? И я как-то не люблю. Я просто брожу в одиночестве по дому, пытаюсь найти ответы. Это же нормально. Кнок-кнок, игра, которая умеет пугать. Или вернее сказать, это ты умеешь пугать себя. А игра является лишь проводником, той веткой в ночи, которую оживляет твоя фантазия. Представь, в темном-темном лесу стоит одинокий особняк, с одиноким жителем, которому не спится по ночам. Ему кажется, что с домом происходит что-то неладное, и что приближается что-то, что не даст ему дожить до утра. Кругом тьма, дорисовывающая монстров из подсознания, порождающая живые образы, от которых остается только прятаться. Да, вся игра это длинная игра в прятки, благодаря которым ты сможешь дожить до рассвета, сохранив крупицы здравого рассудка. Тебе предстоит ждать, вслушиваться, не смотреть куда не нужно, и заполнять пустое пространство в доме и мозгах. Знаешь, чувак, меня всегда пугал одинокий космос. Кругом мертвая тишина, и только изредка доносятся звуки обшивки корабля. Незнакомые условия для выживания и обстановка вызывают дикий страх. Не хватает только шизофрении, некроморфов и обелисков для пущего эффекта. Знаю, знаю, Dead Space уже был в топе экшенов, но он просто не мог не попасть на второе место лучших андроид-хорроров. В будущем на Земле истощились запасы полезных ископаемых, и человечество перенесло их добычу на другие планеты. Для тебя, конечно же, будет не новостью, если я скажу, что что-то пошло не так. Некий обелиск, найденный при раскопках, стал дурно влиять на людей, порождая новую форму жизни, отвратительных некроморфов, которых тебе и предстоит истреблять. Сыграй за таинственного персонажа с позывным «Вандал» и узнай его тайну. Dead Space — это однозначно лучший и самый качественный хоррор на андроид по сей день. Если Dead Space — лучший хоррор, то почему не на первом месте, спросишь ты? Дело в том, что первое место я решила дать игре, которая уже давно заставила посидеть большинство обладателей ОС. Сделает это и с нами. Ну, судя по тому, сколько он выходит на андроид. Forgotten Memories уже давно заслужила статус лучшего хоррора на мобильных платформах, но до сих пор так и не вышла на андроид. Разработчики просят запастись терпением, так как в ближайшее время игра выйдет на всех платформах, включая андроид. Сюжет игры повествует о Розе Хокинс, инспекторе по делам несовершеннолетних, которой предстоит расследовать загадочное исчезновение девочки в заброшенной лечебнице. По прибытии мы обнаруживаем, что вся лечебница завалена манекенами, которые, судя по всему, живые и предоставляют серьезную опасность. На твоем пути будет встречаться оружие, патроны для которого редкости еще больше, чем чекпоинты в игре. В общем, все в духе старых Resident Evil. Тебя ждет куча жутких головоломок и захватывающий сюжет. Над игрой усердно работают уже четвертый год, и будем надеяться, она, наконец, посетит платформу андроид до конца года и станет полноценным победителем этого топа. А на сегодня это все. Подписывайся на канал и качай игры с нашего сайта бесплатно. Счастливого тебе Хэллоуина! Может, подцепишь какую-то... Киску? Я уже одну подцепил. И неспокойной вам ночи. Киску? 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 Продолжение следует...